Открытие цивилизации и получение электроэнергии за счет силы гравитации. Любая сила это источник энергии. Вот эту силу земного притяжения я преврозовываю в механическую, тем в электрическую энергию. Все очень просто. А вы пробовали это делать? Конечно. И работает? Нет, я работал на заводе «Олег Кармаш» в городе Тираска. Знаете такое? Да, слышал. Помощником главного инженера. Четыре месяца. За месяц я сделал установку. Три месяца пытался ее довести до ума. Но руководство запретило и завода, и власти принесло. Вернулся в Кишиневку, потому что сам из Кишинева. И вот людям рассказывают, чтобы каждый в своем доме, в своем хозяйстве мог сделать и установить автономный источник. Электроэнергия. И не платить ни фенозе, ни термофому, ни апоканалу. А полностью самим быть обеспеченным. И как на это люди хотя бы реагируют или власти? Многие специалисты, электрики, механики берут координаты, берут информацию, где, как, что покупать. Я рассказываю. Комплектация здесь простейшая. В основном это запчасти от мотоцикла. В виде звездочки. Звездочки от мотоцикла. Цепи к ним. Это как сердце. А дальше это обычная емкость. С водой. Размером примерно с холодильник. Да, с водой. И что поднимает это вверх? Воздух? Две секундочки. Значит, две оси устанавливаются. На ось одеваются четыре звездочки. Звездочки между собой крепятся, соединяются цепи. А вот между цепями крепятся ковщики, рабочие элементы. Которые, когда в полный с водой тонут и тянут за собой цепь. А когда попадают в зону постоянной подачи воздуха, вот этим воздухонагметателем, Воздух всплывает, попадает в замкнутое пространство. Ему деваться некуда, он вытесняет воздух. Производит работу. Энергия от механической работы передается на сеть. Дальше пошли. Когда ковщ полностью освободился от воды, он всплывает под воздействием силы Архимеда. Все очень просто. Имеем две огромные работы и тратим меньше одного десяток процента. Все электроэнергии, выработанные вот этим электрогенератором, на компрессор возвращаем. А 99 и 90-х, как говорят, в Молдове глобусы, любишь потребление. Это не сказка, это реальность. Ну как же люди до сих пор не додумались до этого? Ну, Архимед был близок. Вот Молдаван, так сказать, получил импульс откуда-то сверху. Молдаван, который говорит по-русски только. Я родился в Молдове, сдача Молдавана. Мой отец родился. Как вас зовут? Русский по национальности. Валерий меня зовут, фамилия Бачевич. Баршевик? Бачевич. Бачевич. А мы видку вам дадим. Вот, поэтому... И как вас найти в интернете, если... Набирайте, набирайте в гугле мою фамилию, Бачевич Валерий. И найдем. Не там десятки сайтов.